привет зритель снова день все тот же 26 июня июля пардон вот тут но она как бы мне кажется светлее чище чем вот тут вот такая у нас жуткая вода сейчас в пруду я сейчас попробую добавить немного света с потолка вот она такая вот мутная ведерки тут же я хотела немножко отдельно отлить думаю ну может это уже постечет муть и будет посветлее вода ну вот она такая мутная всех трех зодрах там еще в логороде два ведра осталось а челка меня прыгнула а вот тут она вроде сначала почище тегла но все равно мутная ну как бы не на питье это но хоть посуду помыть не настолько темный фильтр в этом году у нас да потому что вода в колодце слишком милованная осадок остается на чайнике известняка и приходится его стабильно мыть в прошлом году где-то чуть ли не раз две недели или 10 дней лимонной кислотой поэтому решили сюда старый фильтр за дни привезти может я в каком-то шорс говорила не знаю ну короче говоря повторением отключения это родственники отдали старый свой кувшин а я купила две кассеты два фильтра вот я хочу сейчас процедить немножко ее и помыть посуду тут у меня кошачья миска и вот я сейчас салат делала вот хорошо что случилось такое изобретение как фильтр кувшинчиком такой вот воды ну я наверное не буду тогда прощаться может быть завтра еще какой-нибудь небольшой ворок запишу есть любителей несколько человек вот таких видео вложеков деревенских а у меня третий раз за приезд сюда но в 3 короче практически две трети лета прошло я только вот сподвиглась на такие обложки не на шорт а именно как и на камеру записывать воск стекает мед с воска фух ну как бы пока отрублюсь попробую без управления камерой так как бы день 2 я как бы понимаешь что надо было наверно это заранее сделать но нет уже одну картошинку очистила я решила как бы как бы как бы сварить и щи на курином бульоне который тут вообще как бы концентрированный что-то у меня прямо это как бы во все дыре лет мне молодая картоха с нашего огорода смысле сада по ходу дела именно эту картоху лучше очистить вот эту то я скоблила они тут есть капуста свекла морковка курица ну суповой набор я его в этой медленоварке делала с ночи три кусочка было один я уже схомячила один я вчера схомячила но за ночь вообще как бы как бы да хорошо разварился в общем мягкий такой был и один у меня остался он у меня варился томился не знаю готовился медленоварки нам медленоварка маленькая китфордовская которая тут уже третье лето по моему или вторую я не знаю третье на в прошлом году я оставила специально она помыла на зиму чесночных стрелках и луковички пульон я процедила значит в части поставила добавила жидкости воды колодечной культурной добавила в общем поставила гречку делаться дальше а вот в костюрку отрелась делаю борщик можно вообще стать помыть порезать черновые бумажки от моей сестры фигуры работы у меня капуста свекла картошка морковка еще и кусочек перчика и помидорка обрезанная большая такая я вчера резала на еду но она у меня тоже не вся ушла лукла свежая морковка у меня есть свежая есть чищенная из города привезла что-то я собиралась есть но как-то как-то не дошло до этого какие-то грязные потом пригодится я ее сейчас большую вся наверное и много сейчас почищу я знаю что делают салатся из свежей свеклы думаю может кусок пустить на салат какой-нибудь семская кошка увела своих котят их было пятеро в итоге осталось четверо но выжили только двое подробности с кроем занавесом ничего повести ли я думал еще раз нового котят из нашего дома территории то значит она не будет сюда приходить и выгонять но с утра меня разбудил гопаль я хотела выспаться потому что мы вчера на 6.55 автобус у нас в общем я встала рано без десяти шесть спала два часа ну так получилось а и соответственно еще потом днем полтора часа поспала поднимала я думаю сегодня высплюсь часов до двенадцати но не получилось в общем часов десять или даже полдесятого у меня кошка ушла погулять все и я слышу в гопре ее загнали на дуб сначала она постучалась в окно это дурацкая кошка ну так как окно то у меня по-особому открывается моя понимает а это нет то соответственно она была может лить соответственно она ее загнула на дерево довольно быстро узкайхала когда я подошла я говорю кошка грудь не обнагрела я мало того что твои котята у меня тут справляли свою нужду под домом и пахло периодически понятно как а потом близкий родственник обвинил мою алиску в том что в доме пахнет оказалось что это вообще не алиска а котята так вот было пятеро котят от сиам от сиамской кошки и сиамского и рыжего кота вот кусок отворился наверное что порезать как-то помыть хорошую свеклу короче а потом и душ ладно хорошая свекла фиг с собой один рыжий ближе к рыжим и четыре таких конфет на сиамских она привела в дом уже четырех выжила двое живут они в теплице их все-таки кормят хозяева этой кошки но это жопа все равно сюда что-то заглядывает два раза загоняла мою на это дерево так я сейчас пойду это помою возьму ножичек еще мне тут плечом шикарный потолочный свет так картошку сначала поражем ну конечно бы другим ножиком но с музыками как-то проблема потому какой есть ну что-то надо бы отдельным видео на так подумала пусть это будет блок как бывает там какие-то блогеры у которых в одном видео сто пятьсот дней показано я как бы такое не смотрю на просто как-то это попадалось видела но и тут смысле подкидывал я потыркалась и поняла что там сто пятьсот дней так прямо есть этот сорт мой блин опасный ножик потоньше бы конечно там есть какой-то потоньше это вообще ножики мои хранить мои родни которые их для квартиры забраковали отправили сюда когда-то у меня был мой удачный хороший ножичек который я с той квартиры сюда привезла но его пустили на чистку рамок вообще и так уделали воском хотя есть специальный ножик для этого дела что он уже только для пчеловодства и пригоден от этого ножа во все стороны практически летит картоха прям так и хочется сказать подарите лёльке кто-нибудь можете до деревни для видео вот такого плана я вот не знаю мне есть терка ручная или нет или может эту свёкленьку в холодильник убрать на будущее фиг знает так где у нас тут начиска была а не только с перчиком добавлю уже потом бульона еще не разбавляла подумал сначала туда все порежу потом гляну сколько надо брить воды может конечно купить какой-то ножик который можно наточить и он более угоден для резки особо одаренные люди вместо того чтобы брать его холодильник как я говорила ставили ее пусть и прошло всего лишь нам дня 4 на холодильнике да еще нормально бумажка не завернута была она подсохла тут местами это капустинка бедная капустинка ты уж прости моих но их не всегда нужно нужно дума и были бы кролики можно было бы это ему дать кролик снимал Я вообще как, только думала, что наконец-то мне попался человек, которому тоже так же, как и мне нравится отдых в деревне. Как это оказалось, ну, не совсем человек. Ну, в смысле, как бы человек, да. Но не совсем тот, за кого он себя выдавал. Можно даже сказать, не совсем тот, за кого она, ну, себя выдавала. Так, пойду вытяну. Можно бы сказать, обыдно, досадно, но что поделать, но я скажу просто, что поделать. Ну, пойму, как-то ее мыловили, чистые. Этот листик надо все-таки обмыть. Да, я пролезала, потому что там какая-то такая штучка была. Как будто мусер. Я хотела сегодня следить за своими ягодками, но, казалось, очень жарко ехать. Конечно, не так жарко, как бывало тут еще жарче. Но все же жарко, 27 финки. Поэтому я решила поехать за ними завтраку средка. А если не высплюсь, то потом можно будет днем или в гамыке полежать, или в избе подремать. Такой очень неудобный ножик, е-мое. Из плюсов этого лета, пока я тут живу, печку топить не пришлось, потому что тепло. А дров у меня кот наплакал. А телега дров, не знаю как сейчас, еще года два назад, стоило 12 тысяч. Уже таких порубленных, хороших. Или распиленных, как они там, поколотых. Руки мущих. В общем, поставила я вариться суп. Добавила туда еще воды. Сейчас придумаю, что сделать со свеклой. Порежу помидорку и перчик. Потом, может, еще заснимусь чего-нибудь. А может, даже отдельно засниму, как я это хомячу. В общем, пока не прощаюсь. Чайник шумит. Короче, день третий. Сегодня воскресенье, 28 июля 2024 года. Люля, добрая соседка, подогнала огурчиков на малосолку. И на пожрать. И все, что надо для малосолки. Там еще чесночина, короче, этот вот укроп. Хрен. Лист смородины черной, чеснок. И сейчас скажу рецепт на всякий случай. Может, кому интересно. Малосольные огурцы. 100 грамм соли на полтора литра воды. Либо стопка соли на 3 полулитровых банки. Вот так. Тут у меня ягоды, за которыми я сегодня ездила. Это часть ягод. Чайник вскипел. Сейчас я заварю зеленый чай себе. Я села вроде как и поесть, разбирать. Вообще изначально села я огурцы помала солить, но как-то ослеклась. Тут у меня помидоры с нашего огорода, с мысля сада. Вон в той зеленой чашке мед. Вот Аня вопрошала, сделала запрос, чтобы я... Наверное, не получится одной рукой? Может, получится. Ой, да, не совсем получилось. Мимо пролилось. Чтобы я записывала то, что я ем. Ну, как бы, Аня, я, конечно, рада твоему запросу. Но ходить с камерой и фиксировать каждый свой прием пищи мне лениво. Потому что не всегда есть на это время. Вот сегодня я встала без 20 в 6.40. Надо было покушать быстренько. У меня была маленькая бутылочка. То, что раньше называлось Актимель, сейчас, по-моему, Аквабио или Актибио. Что-то в этом роде с клубникой. Йогуртик там меньше стакана. Потом съела маленький бутылочек с какой-то копченой колбаской. Ну, с вареной копченой, которую я сюда взяла в нарезке. Типа, бью, что за колбаска. Ну, несу с белым хлебушком и маленькой чашечкой. Меньше, чем вот этот два раза. Черного чая из пакетика с сахаром. Поехала в этот самый... В свое велопутешествие по ягодам. И взяла с собой вот этот огурец. Он был полноценный. Где-то одна треть огурца обломилась. Мною я его схомячила на полпути. Еще пол-литровую бутылочку с водой. Потом у меня был борщ, который вы видели перед тем, как посмотреть вот это в этом же видео. Потому что этот будет вложек моего бытия здесь. Ну, как бы в Мунбанк я буду писать отдельно, конечно. Может, еще что-то запишу отдельно. Может, еще шорцы какие-то будут. Ну, короче, вот. Вот эта банка, она ждет, что я в нее сейчас огурцы зафигачу. Потом я ела гречку с... У меня тут была не полная банка, одна четвертая, что ли. Ну, может, пар столовых ложек кабачковой икры, которую моя тетя делала. А гречка была на курином бульоне, на котором еще варился этот борщик. Я попила чайчик с конфеткой и медом. И вот еще что-нибудь, может, сваяю. Пока еще не решила, что я сваяю на ужин. Не прощаюсь, потому что, возможно, запишу что-нибудь еще сегодня. А может, не запишу. Может, запишу уже завтра. Сухое молоко. Вот это вот. С черной смородиной. Вон той. Вот здесь просто черная смородина с водой. А у меня оставалось еще немного ее в кувшине. И я, короче, решила, думаю, а что бы не смешать с молоком? Я все думала, можно ли смешивать молочку с черной смородиной. Потом думаю, может, бывают же какие-то там йогурты, лесная смородина. Лесная, я вообще не знаю, лесная смородина. Короче говоря, это я решила риснуть здоровьем. Сделала и не могла не заснять. Ну, смотрите, какая прикольная пенка. Пенка, короче говоря. Сухое молоко вот это взбивается в миксере. Ну, вообще, любое сухое молоко, потому что я в веломиксе пыталась другое взбить в городе молоко. И дает приличную пенку. Ну, вот это сухое молоко по запаху немножко клубникой отдает. Хотя по составу тут тупо сухое молоко. И оно такое сладковатенькое. Вот другое сухое молоко, которое у меня в городе я купила, тоже обезжиренное. Фарсис, что ли, фирма, фиг знает. Ну, другая, короче, фирма. Оно вот реально прям молоко-молоко. И даже ложку в чашку с водой размешать тоже размешается. Только стоять на вод подольше, чем, допустим, в блендере. И, короче, там вот молоко, которое вот прям как будто из коробочки молоко. А тут молоко, оно такое сладенькое. Ну, в чай вкусно, допустим. А цикорий, он сам по себе сладкий. Особенно про острючный на полтора года цикорий, про который забыли. И он тут что еще есть. Или, допустим, коробка, который сам по себе сладкий. Вместе с этим сладким сухим молоком выходит. Ну, как-то интересно, в общем. Как десерт. Так вот, у меня тут как бы ужин был. Четвертый прием пищи. Осталось одно яйцо, одна помидорка. Ну, так-то это не все помидорки. Короче, у меня был салат из салата, свежего огурца, помидорки и вареного яйца с соединенным маслом и солью. И он тут думал, а чай попить с медом. А потом думал, блин, у меня есть ягоды. Может, это вот. Ну, в общем, вышло, что вышло. Это все еще 28 июля у нас. День третий, да, наверное, это. Не, наверное, день четвертый. Это уже понедельник, 29 июля. Специально для Ани вот чего собираетесь. Это творог козий. Тут, значит, черная смородина, пробитая в блендере с немного жидкости и сахаром. Вон она в банке. Потом что-то типа смузи, сухое молоко, пробитая в блендере черная смородина и вода. Это я вот там в холодильнике стояла, я им сейчас залила вот это вот. Потом вон там у меня гренки. Вообще хлеб как бы мягкий, ну, не совсем это гренки получились, а просто как бы решила поджарить булочки на масле. Блин, как звать-то его? Кунжут нам. Это они такие как бы уже не очень тёплые. Ну, чуть тёплые, но мягкие. Потому что я ходила на... Куда? Короче, в огород, под душем мыла голову. У нас пасмурно, но дождя вроде нет. Я вообще как бы собираюсь в Прилуке, но с одной стороны мне так вообще всё фигово. Физически как-то фигово и всё болит. А с другой стороны, ну, как бы надо в Прилуке. Не знаю, в общем, как я. Если за час не попустит и дождя не пойдёт, то поеду в Прилуке. Если будет совсем фигово, то, наверное, не доеду до Прилука, вернусь обратно. И в Прилуке съезжу завтра. Вот у меня получилось так, что к чаю никаких печененок нету, только вот хлеб, варенье и мёд. Поэтому я решила сделать вот эти булочки. Ну и в Прилуке хочу купить кваса. Лицкий тёмный квас, очень вкусный. Я там покупала в прошлый раз. И, может быть, что-то к чаю. Усё. Мы поймали с синей мышь. Так-то, в принципе, начался уже следующий день, вторник. Но есть не только чувак, с которым я когда-то давно общалась, который типа как бы, ну, не суть важна. А ещё есть я, а ещё есть чувак, которого звать Ай. Так вот, есть ещё один такой, как я, который считает, что пока я не уснул, день не закончился. Вот я уснул, проснулся, тогда следующий день начался. Так что у меня пока понедельник. Мы поймали на крыльце мышь. Приволокли. Играть с ней, видимо, не хотим. Долго её, целый час, наверное, там отсиживали эту мышь. То ли на крыльце, то ли даже, скорее всего, наверное, в синях. Я думала, мы сейчас её будем жрать. Но мы вокруг меня ходим, круги наяриваем, а мы жрать не хотим и играть с ней тоже не хотим. Короче, сейчас я возьму эту мышь, носовочек и отправлю в окно. Пусть какая-нибудь голодная кошка сожрёт. Будь. Хотя мы немножко решили с ней поиграть. Я сегодня ездила в прилуке, попала под дождь. Где-то часа полтора торчала в остановке в итоге. Пообщалась с человеком, с сыном другого человека, который покупал у брата моего дедушки их семейный дом в Степаново внезапно. Во! мы играемся. Меня угостили мороженкой, за что человеку спасибо, я слегка обалдела. Не знаю, как тот человек добрался до дома на своём велике, перегруженный вещами. Я поняла прелесть того, что у велика, когда есть багажник и корзиночка спереди. Короче, там у человека просто не было ничего ни того, ни другого. Я поняла, какая прелесть, это велик с корзиночкой мамотяри, россиянский. Ну, мы решили играть с мышью. Но жрать она её явно не будет. Мы почему-то не жрём домашних мышей, мы оставляем хозяину. Пойду я её выкину нафиг. Вторник, день тяжёлый, голова болит. Не то чтобы болит, как-то вообще полуобморочно, полусонно, не пойми как. Сижу спокойно, пью чай после обеда, который завтрак. И вдруг тут ко мне кто-то залетает. Думаю, муха что ли? Ну, это похоже дело какой-то шмель. Шмель, шмель, надо его выпустить. Раз это шмель. Главное, чтобы это не было нашествие шмелей, когда это было нашествие пчёл. В общем, что у нас сегодня? Сейчас узнаю, какой день. Да, сегодня у нас вторник, 30 июля. Нет, можно сказать, пятый день. Да не можно сказать, а так и есть, потому что мы на первом автобусе приехали на утреннем. Так что я тут пятый день. у меня был на завтрак борщик, на второе немного творога с ягодами. Я сварила киселёк, сейчас покажу киселёк. У меня тут белый хлебушек, который я в четверг ещё купила. Такой хороший белый хлебушек, никак не помрёт. Ну, в смысле, нормально ещё, ничего с ним не случилось. Короче говоря, как раньше, когда мелкая была, покупали хлеб, и этот хлеб неделю был свежим. Так, а что я сюда-то припёрлась? Я же припёрлась вот сюда. Тут у меня киселёк, у меня был, наверное, кукурузный крахмал. Я сюда привезла ещё в начале сезона. Тут, в общем, я ягоды, черную смородину, которую с куста собрала в воскресенье в сторону, по дороге, в сторону Попеочей, пардон, рядом с бывшей овцефермой, которая, оказывается, сгорела в 90-е, как мне вчера поведал местный житель, теперешний, теперешний житель наш дедушкиного дома в Степаново. Короче говоря, в общем, как бы тут смородина, я её сварила. Ну, не то, чтобы тут суперного её было, но прилично. Короче, смородина я сварила, потом процедила, в чашке вот в этой развела два кусочка сахара, потом добавила крахмала, добавила ещё водички, развела, добавила сюда, довела до кипения, перемешивая, и вот теперь это киселёк, потом попью. Ягоды, которые я процедила, я, так как я их варила, но не до такого состояния, что уж они совсем никакие, я их добавила, добавила к творогу и пробила погружным блендером. Немножко поела, и у меня и будет, наверное, это наполнит там или на ужин. Вот. Это как раз показывает, что я её специально для Ани. Я, правда, не очень догоняю запросы, потому что, ну, в деревне практически всё то же самое, что в городе. Я уже, как у меня сделали газ, даже ещё в прошлом году, когда этого газа не очень было, да, он мой любимый квас, который внезапно, я вчера узнала от своих соседей, которые вообще живут в другом городе, а не в Угличе, что в Афанасии, я так поняла, в центре продаётся этот мой любимый квас, а ещё носочки по 40 рублей. Ну, когда я там ещё до Афанасия доберусь из своего цветочного. Ну, в общем, у меня тут помидорки, то всё. Так вот, я к тому, что последние года три, как бы, я тут нормально готовлю. Был, конечно, период, что я тут готовила, ну, что-то такое быстрорастворимое, типа одни пельмени или что-то ещё. Но, как-то всё же я стараюсь готовить. То же, что и тут, что и в городе, иногда что-то готовлю тут и понимаю, что вот точно так же можно сделать в городе, и это вкусно. Так вот, вот, вон там моя бабуся с мелкой соседкой. Отрублюсь я, наверное. Соседи приехали, я пообещала Машиной подружке, ой, ну, короче, подружке-сестры, соседке. Смолы сдецл. Сейчас пойду смолу снесу. Может, на улице меня попустят. Я потому что уже съела, я съела пироженку, что-то мне вчера не очень повезло со сладким, которое я в Прилоках купила. Сыр вкусный, белорусское золото. А вот, какого там, пряники оказались с мятой. Я люблю мяту, но, видимо, не всю. Потом печенье, как бы, вкусное, но много не сожрешь. И были, еще, две пироженки, называется, чока, похожая, как бы, на чока-пай, только прямоугольные. И оно даже без пальмового масла, но что-то там добавлено, может, какой-то спирт, может, еще что-то. Короче, как-то мне было не очень. У меня тут пуэр с молоком. Ну, в смысле, пуэр как чай, а не смола пуэра, именно пуэр. И пуэр, по-моему, этот, как вот бывает, такой пуэр с рисом, скорее всего, такой и был. И, короче говоря, я съел два панкреатина. Два этого самого, две капсулы магния, ибо-ибо. Ну, и вроде как, со стороны желудка попускается, со стороны головы и общего состояния пока еще нет. Муж на улице попустит. Сегодня у нас не жарко, 21 плюс в теньке. Смотрите, люди, какой у меня кабачок есть. Я его решила, ну, не весь, наверное, но хотя бы часть пожарить, пока он еще не отдал богам душу. У нас дождик пошел, причем такой конкретный ливень. Я шла, ну, вышла на поле собрать немножко цветов. Кстати, вот, потом с пакетиком туда пойду. Это цветы кипрея. У нас как-то не очень хорошо в этом году с кипрея. Цветы нормальные, а листья, ну, в общем, как-то это, не повезло. Тут у меня немного пижмы. Там вот веточка зверобоя. Ну, короче, я стою, слышу такой шум в отдалении. Как если бы дождь шел, думаю, надо же, какой шум. А потом вдруг я понимаю, что это как бы приближается шум, и уже капает дождик. Ну, я поскакала домой. В общем, вот тут у меня ведерко. У меня там еще два ведерка под капелью с другой стороны. Вот здесь вон тоже ведерко. Халявная вода для мытья посуды. Вот. Ну, тут у меня этот штатив со штативом. Ну, вообще, просто присобачила обратно его, чтобы место не занимал. Тут у меня как-то на телефон снимала в формате шортса. А так я снимаю, ставлю камеру, бла-бла-бла и тому подобное. А у меня тут мой квасик, который я начала пить, а потом отвлеклась. Зонтик, под которым я ходила, все это ставила и убирала рамки сосушки. У меня халат со спины частично мокрый, потому что так вот наклонялось и так вот происходило. Ну, короче, дождик уже как бы стихает. Но у меня под капелью набралось где-то за полчаса практически полное ведро. Я его перелила, даже освободила. Ну, как, достала старый бак. Вот она мутная такая. Это изначально вот вода такая в пруду была. Я туда кидала соль от своего этого аквариума, как он там, бассейна. И вот здесь, вот в этом ведре та вода, которая натекла, потому что, ну, это ведро чуть побольше, чем другое ведро. Это вообще самое большое ведро. В общем, я воду перелила туда, чтобы освободить ёмкости, чтобы было куда набрать воды небесной. Скопели крыши. У меня телефон лежит. грузит видео с телеги, может быть, загрузится. Тут иногда ловит очень слабое 4G. Иногда отправляется фоточка. А, кстати, надо скинуть фоточку ватсапик. У меня тут камера практически разряжается. Я сейчас уже договорю, да, вон, смотрите, вон там лужа под местом, где гамак. Ну, гамак я сегодня уже сняла. Он как бы высох, днём за ночь, чтобы он снова не намок, я его сняла, потом повешу. Можно будет посидеть в гамаке. Не прощаюсь. Это у нас всё ещё вторник. Сейчас расскажу, сколько времени. 3.12. 30 июля 2024 года. Только хотела сказать, со двора мы шумы жрём. А из синей избы мы не жрём. Но мы что-то её вроде как хотели пожрать, оставили и свалили. Поймала мышь на дворе. Долго не было. Я думала, куда она там делась. А я тут обнаружила на планшете... Ой. И чё, у меня тут только нету, да? Вообще, я и нос вытираю, когда сижу тут. Или руки, или рот, или чё-чё-нибудь, или со стола, если капля капнула. Короче, обнаружила на планшете аж за конец прошлого года съёмку. Ну, в общем, у меня же там был шортс, а я хотела ещё просто видео сделать о каваш. Я обнаружила тут, значит, таблетки. я вспомнила, что я хотела эксперимент сделать, а ещё пару-тройку себе оставила, остальное тётя отдала. Ну, положить её в какую-нибудь горячую ёмкость, точнее, в ёмкость с какой-нибудь горячей водой, эту таблетку для посудомойки и посмотреть, растворится ли упаковка. У меня не то, чтобы с тех времён, а мы вернулись. У меня фиг знает с каких времён, но, может, года четыре стоит, в общем, по типу вот такой. Только, наверное, другая немножко бумажка, не знаю, это растворяется или нет. Да, это не растворяется. Короче, у меня есть какая-то втулка от бумаги Зева туалетная, я хотела залить, положить её в воду и заметить время на какой-нибудь, наверное, ещё на другой камере мелкой, которая вот, ну, мелкая, CG-CAM C100 без плюса, которая просто CG-CAM C100. Я тут подумала, может, мне купить CG-CAM C100 плюс? Правда, я не знаю, нафига есть, у меня есть вот такая камера ещё, короче говоря. Поставить ту камеру, мы что, уходим? Мы уходим. Мы решили всё-таки это не есть. Сейчас выпущу. А потом это выкину нафиг в окно. Мы сегодня вообще поймали двух мышей и сожрали, не считая ту мышь, которую мы поймали ночью. Мы пошли туда, видимо, мне ещё подарочек принесут. Так вот, у меня есть вот это вот, что я там хотела, втулка этой туалетной бумаги, которую я хотела поставить в воду, включить камеру мелкую, поставить камеру на зарядку, на аккумулятор и посмотреть, за сколько времени оно, ну, как бы растворится. И в итоге ввоз и ныне там, вот эти таблетки у меня уже у родни закончились, у сестры, у тёти, а у меня всё ещё в ящике стола на кухне в городе лежат эти две или три таблетки. Ну, я приеду потом и тоже запишу этот эксперимент, как там эта оболочка растворяется. Ну, она, конечно, растворяется, раз в посудомойке там ничего не остаётся, но это, в общем, как, интересно же просто сделать самой. Ну, короче говоря, в общем, я сначала думала оставить это видео, чтобы потом приехать, растворить её, записать и соединить, а потом решила просто склеить как есть, чтобы места на планшете не занимало. Ну, и там буду в прилуках, допустим, повезёт мне с погодой и связью, и я залью. Или уже залью, когда в городе буду, потому что тут как бы со связью очень весело, скорее грустно. Вот, я в основном так хотела показать тебе, зрителя, ту мышь, которую мне кошка принесла. Сказала, жри сама свою мышь, наверное, ну, я не знаю, что она хотела этим сказать. Вот, не прощаюсь, а то у нас ещё вторник, без 15.6 где-то вечера, у нас был такой приличный ливень, ну, я про это уже говорила, ливень уже закончился, я даже уже успела поужинать, не знаю, это какой-то, видимо, полдня был, второй приём пищи у меня за сегодня был. Фух, и сейчас я, наверное, тебе всё-таки покажу, главное, на мышь не наступить. У меня тут свёкла, короче, свёкла, я что-то так прониклась, я делала себе кабачки, тут был немножко ещё чеснока, специи, карри, масло, кунжутная, соль, значит, ну, вода колодичная, фильтрованная, и я, у меня была половинка этой свёклы, которая тогда в борщ ушла, там, борща осталась на раз, я её порезала тоненько, и кабачку добавила, отдельно так, рядышком положила, мне что-то так понравилась вот эта пареная, тушёная, фиксная, свёкла, ну, правда, у меня не влезло, потому что у меня там ещё был салат, огурец, помидор, огурец свежий, огурец малосольный, помидор, листья салата, может, что-то ещё, я уж не помню, масло льняное, и соль, а, да, и варёное ещё, куриное яйцо, вот, и потому оно у меня как-то всё не влезло, в итоге, может, на ужин останется, хотя у меня ещё есть киселёк, вот он тут, там в чашке ещё, я думаю, что, наверное, может, киселька просто попью, а это уже уберу, потом в холодильник оставлю на завтра, а вот это, может, предложу кошке, что она любит кабачки, может, ещё свёклу сожрёт, вот, сейчас скажу какую-нибудь вещь, от которой, наверное, кого-нибудь с папабулей, я гамак обратно повесила, у нас дождя нету, ну, качаться сейчас, конечно, на нём мокро, потому что немножко ещё ветер капнет, ветер, точнее, подует, с листьев капнет, лавочка вот такая, до сих пор мокрая, вообще, вся земля такая, в общем, дофига земля мокрая, в общем, всё тут мокрое такое, так вот, мне когда, когда, когда я прочитала комментарии, в телеге записываю, фиксировать, пожалуйста, всё, что я тут, типа, ем, я так подумала, я согласна, за 2000 в день, в течение пяти дней, фиксировать прям всё, что я тут ем, потом смонтировать, выложить, но только так, чтобы это как-то компенсировало моё затраченное время, потому что, ну, не всегда есть время, есть и возможность, либо желание выделить это время на съёмку того, что я ем, готовлю и тому подобное, вот, 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 вот так, и можете написать в комментарии, потом, когда это выйдет на канал, вы это увидите, досмотрите до этого момента, написать, Лёля, да ты, типа, такая охреневшая, ну, вот, охреневшая, 31 июля, что у меня за звуки такие странные, а, мясо тут у меня варится, куриное, короче говоря, вот здесь у меня кисель, из чайной смородины, на, крахмале кукурузном, может, тапиоком, не знаю, не помню, здесь у меня чёрная смородина, которую я перерабатываю всё ещё, только недавно до разобрала, здесь она тоже, это на поесть, я часть ещё заморозилку сунула, здесь она с водой взбитая, но воды я что-то как-то от души полила, подумаю, ну, взобью, потом ещё ягод добавлю, вот, не могла пройти мимо, чтобы не заснять, вот, специально камеру достала, ну, и днём я писала, хавчик на камеру, с какой-то бла-бла-бла, по собственной инициативе, ну, в смысле, хавчик на камеру успел ехать просили, а бла-бла-бла, оно само пошло, вот прям такая, так глянуть практически, как её там, черника, которую сейчас не укопишь, говорят, в колязине на полторы тысячи за трёхлитровую банку, а у нас я вообще не нашла, это 500 рублей за литр, значит, вот, черника, потом я её с сахером, который тут зимовал, в прошлом году покупала, смешаю, не будет мне счастья, опять же, не прощаюсь, да, это пятый день бытия тут, даже нет, шестой, когда я тут приехала-то, июль, приехала я в пятницу утром, да, шестой бытия, день бытия тут, приобрет зритель снова, день седьмой, 1 августа, пикубленный, вообще, это у меня, как бы сейчас, вот ты видишь, это завтрак, и то, что осталось от завтрака, у меня тут был помидорка, сольный огурчик, свежий огурчик, масло льняное, соль, и ещё куриное мясо, и пуэр с мёдом, ещё был пряник, пряника уже нет, у меня с прошлого года, тут осталась смесь для блинов, пышечка, и вот это у меня тут, всё, что мне помогает печь блины, тут у меня колодечная вода, фильтрованная, была теплая, и не очень, вот эта вот пышечка, ещё на раз осталась, в прошлом году, у меня только один раз, пекла блины, пекла на электрической плитке, было очень неудобно, было непонятно, то ли они изготовились, то ли нет, ну и в общем как-то, как-то вот, а тут, что-то я сижу, так думаю, было солнышко, я выставила рамки на сушку, через час пошёл дождик, солнышко ушло, солнышко вышло, рамки я убрала, потому что дождик такой, грязился стать сильным, думаю, может блины испечь, вчера мне что-то было внезапно, грустно и одиноко, и я, наверное, какую-нибудь дичь сказала в монбанге, сначала думала эту дичь вырезать, а потом, думаю, есть некоторые люди, которым нравится, как я в бугурте о жизни, в монбангах и так далее, но я подумала, пусть будет, я ещё ничего не монтировала, тут у меня компот из чёрной смородины, с четырьмя кусочками сахара, там у меня кисель из чёрной смородины, а это я буду есть, наверное, с мёдом, сейчас надо отрубаться, потому что надо, блин, снимать, вот, люди, у меня тут такая свёкла, я просто не могу её не заснять, я её даже зафоткала уже для товарища Аи, ну, как бы, борщ головного мозга, второй борщ, этот приезд собираюсь варить, я хотела сделать куриный суп с вермишелью, но что-то в таком ступоре, что туда ещё кладут, помимо вермишеля, я так давно его не варила, забила и решила это сварить, борщ как планировала, вот у меня тут свёкла, сада, ехала со мной из Углича, ну, вообще не со мной, по-моему, она ехала, она сюда ехала без меня, да, по-моему, она ехала сюда без меня из Углича, но для меня она ехала, ну, не могу я её не заснять, смотрите, какая она, прям какой-нибудь тюлень, животное, землеройка, фиг знает кто, свёкла, вот этот зритель полностью капельная вода, тут вот столько до верха не хватало, ну, до того, как сейчас есть в этом ведре, полностью, ну, в общем, как бы с двух ведер это полностью капельная вода, но три четверти, даже, наверное, четыре пятых натекло только вот в это ведро, ну, в общем, с крыльца, со стороны двора, там что-то такое, типа как, остатков того, что должно быть стоком для воды или как-то так, не знаю, ну, короче, я решила, что надо извлечь из ситуации пользу и поставила ведра, и посмотрю, думаю, сколько натечёт, ибо пришлось мне под дождём рамки убирать, прям под зонтиком, со сушки, второй раз за день, ну, это просто уже вода, вода, это вроде тоже капельная, по-моему, это с ночи было, или фиг знает, тут вода, везде одна вода, это для мытья посуды, фух, мой восьмой день бытия тут, пятница, второе августа, у меня тут борщик, борщик головного мозга, второй раз запрессорю, а ещё блины вместо хлеба, не, хлеб тот-то тоже есть, но блины, я их напекла, вроде как бы не особо много, но хватит на неделю, а тут у меня заварен японский чай, сазон, хокусан, гемантя, горячий чайник, а это колокольчик, который я сегодня обнаружила, когда убирал кровать, он отвалился от ошейника кошки, надо будет её найти, эту кошку, и попробовать прицепить, а если не прицепится, то она будет новый заказать, наверное, ошейничек, вот, а у меня помидорки, на тарелке мытая помидорка, огурец, что-то ещё, а я емаю, на сколько время-то, почти полтретьего уже, пока я посуду мыла, оно уже как бы это, время прошло, там 24 градуса, вроде как солнышко, вроде как облачко, только я хотела выставить рамки, на сушку капельки пошли, только прилегла в гамачок, солнышко куда-то сварило, ну, в общем, как бы вот, я продолжаю снимать свой вложек, у меня там на стуле сохнут мои штанишки, они, наверное, уже высохли, потому что я в них как-то, а, я в них, наверное, попала под дождь просто, зонтик, наверное, тоже уже с ночи-то высох, не просяюсь, так, зрители, у меня всё ещё пятница, дождик пошёл, я, как обычно, под него попаль, но я был умнее в этот раз, и я не стала выставлять рамки в уши, как только выставлю, так дождь идёт, как только выставлю, так дождь идёт, ну, гамак зато и убрала, короче говоря, концентраты компота, блин, одной рукой-то я не открою, держа камеру-то, ну, короче, тут чёрная смородина, приобитая блендером, с минимум количества жидкости, и совсем чуть-чуть сахара, 3 столовых ложки этой плобитой сахаром, вообще плобитой смородины, с каплей сахара, и 2 кусочка сахара, вот здесь, ну, и залила я фильтрованной, колодичной водой, периодически помешиваю лодочкой, то у меня будет компот, ну, короче, концентрат черносмородинового компота, сейчас думаю, может чаю попить, а ещё мне пришла одна мысля, как хорошо смонтировать хавчик, который я тут записала, на днях у меня так получилось, что кусок стены вот прям пустой, прям полэкрана такого занимает стена, я сначала думала там оставить какую-нибудь титру, типа задонать лёльки, а потом думаю, прибежит какая-нибудь попобольная, что все 40 с лишним минут там этот задонать лёльки висит, и будет вопить, можно же сделать что-то иное, я тут разбираюсь в телефоне, у меня, видать, ещё, ну, короче, на этом телефоне, флешка с того телефона, и там за 22-й год чего-то такое я снимала, не с шорсом тогда ещё, вертикально, в смысле горизонтально, какие-то малюсенькие такие видео, ошмётки кода, как бы сказал один хохляй украинский программист, ну, короче говоря, ошмётки видеопроизводства, то, что забылось, не залилось, а может залилось, оно не вспомнилось, и я подумала, что можно это сделать вот так вот, как вот бывает на кухне, сидишь у кого-нибудь, а у них на стене телевизор, и вот человек ест и смотрит в телевизор, как раз специально для тех, кто смотрит в монитор, и не только в себе в тарелку, ну, там же Монбонду, вот вы будете это смотреть, и смотреть, и я подумала, что можно так сделать, вот я не знаю ещё, как получится, я пока ещё по блютузу с телефона на планшет кидаю, но решила заснять этот компотик, у меня тут немного посуды с обеда осталось, кошка куда-то уфинтюлила, я не удержалась, и под дождь отправила жёлтое ведро под копель, снова, чтобы у меня была халявная небесная вода, вчера зрителям у нас было 3 августа, суббота, я ничего не писал, ну, как-то так получилось, потом мне было грустно, а в телеге 4 уже человека поставили ржачный смайл, и вообще ведь никто не догадался скинуть что-нибудь приятное в телегу, в подпост, где я просила, ну, скиньте что-нибудь, ну, грустно мне, я думаю, блин, я же снимаю для вас кучу видео, выполняю ваши запросы, какие-то, чтобы поднять настроение и т.д. и т.п., даже такой запрос был, и хоть бы одна человечина из тех, кто подписан на бложек, что-нибудь приятное написала, ну, вот просто что-то приятное, ну, шо, вот сложно, что ли, а вот человечина, которая не подписана на бложек, мне очень даже развеселила, короче, вот, сегодня у нас воскресенье, у нас был великий гон мёда, надогон, надогон, надогонка, вот она тут, чё уже, а, нет, ещё чё-то течёт, эти неоткачанные, кошка вон там у меня сидит, ей не повезло, сегодня она пришла домой с мышью, а у меня люди, которые не любят мышей с кошками, ну, в смысле, не все могут смотреть, как кошка жрёт мышку, плюс пчёл, я говорю, кошка, бери свою мышку и вали коты на улицу, она потом мимо прошла, а я как раз пчёл из окон выгоняла вот из этого окна, она на меня смотрит, и я на неё смотрю, думаю, кошка, только не обижайся, главное, чтоб ты не обиделась и вернулась потом домой, но она потом вернула домой, всё нормально, короче, в общем, я тут процеживаю мёд, сначала он был во всяких чашечках, тарелочках, блюдечках, салатнице, и воду ещё в кастрюльке, и вот самый-то прикол, я телефон-шорт сняла, я не знаю, будет видно или нет, потому что тут всё-таки как-то отсвечивает уже, я даже не знаю, наверное, около 11 вечера, у меня телефон на зарядке, другой телефон у кровати, часы идут в непонятную сторону, но сама суть, вот оно течёт, и эти ниточки, они прерываются, пружинят и обратно идут, сейчас я, может, отдельно запишу, гляну, как оно видится, не видится, и если видится, то продолжу, то есть, ну, я так-то вроде вижу эти дождинки, вот на камеру-то, меня уже просят, спрашивают, есть ли я где-нибудь помимо Ютуба, ну, типа на Дзене, но Дзен такой плохой, в своё время сказал, ты это не ты, докажи нам, что это ты, и я задолбалась заказывать, а потом плюнула и послала этот Дзен, мысленно, Дзен потом от Яндекса отсоединился, вообще, я считаю, они какие-то очень ненадёжные площадки, сначала у Яндекса были Яндекс.Фотки, они вдруг сама выпилились, потом у Яндекса был Яндекс.Бложик или что-то в этом роде, Яру, он сама выпилился, потом у Яндекса был этот Дзен, он вообще продался, у Яндекса были, Яндекс.Деньги стали, Юмони, вот так вот зарегишься где-то на такой площадке, выложишь туда своё что-то, кучу труда и времени в кладёшь, а оно самовыпилится, как Яндекс.Фотки, и всё. У меня очень фиговый Эннад, Прилуках, он такой же, мы вчера с соседками проверили, когда ездили покупаться в Прилуцкую реку, забыла, как её звать, там есть Волга, а есть не Волга, по-моему, это была не Волга, может, это была Волга, но не суть важна, короче, и там, где раньше, год назад был обалденный 4G, он вообще пробивает дыныще. Я так поняла, что это какая-то проблема у Голичского района, в Калязине такого нема, и в Тверской области, чисто по голосам людей, которых мне попадались ещё в первый приезд в Прилуке, на велике, вот, видимо, у кого как мобильный интернет. Я хотела сделать тест, а сама тренды чё тут, сейчас просмотрю, чё вышло. Я тут 12-й день, сейчас у нас где-то без 10, даже сейчас скажу, точное время, вчера я вроде ничего не снимала, сейчас у нас 17.52, 6 августа, я тут 12-й день, соответственно, это мой ужин, и по совместительству второй приём пищи за сегодня, ну, как-то вот так получилось, у меня был сначала обед, потом ужин. Пол восьмого, у меня вроде как чай с соседками, знаю, будет или нет, но, в общем, тут у меня с льняным маслом малосольный огурец, свежий огурец с очищенной шкуркой, и помидорка с солью. Здесь у меня кабачок, сосиска, специи карри, потом семена чёрного тмина, молотый кориандр, это на фильтрованной колодечной воде, и ещё с добавлением кунжутного масла с солью и с чесноком ещё. Тут у меня сейчас будет заваренный пуэрчик, мой каменный. Ну, и в банке мёд. Мёд, 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 мёд с последней... Ну, мёд, который был вот шортсом с мёдом, был этот тот самый мёд, и тот, который до этого был мёд. В общем, сейчас я тут похаваю. Ну, и не прощаюсь, может, ещё что запишу. Ну, что, зрители, сегодня тринадцатый день моего бытия. Тут седьмое августа, среда, и я решила завтра утром ломануться в город на две ночи, три дня, кое-что там нужно сделать в саду, и потом обратно приехать. И, короче, поэтому это будет последнее видео, снятое тут. Я сейчас обедала, но это типа как бы завтрак, и я подумала, что надо бы схомячить борщик. У меня тут мёд, который можно съесть или кому-нибудь отдать, подарить. У меня тут горень посуды, вчера мне тупо некогда было, и сил не было. И поэтому мне сейчас надо будет мыть эту горень посуды. Я хочу себе в большой кастрюльке нагреть воды на газу, чтобы была горячая, и вымыть, соответственно, эту посуду. Вон в той мисочке кастрюльки у меня там компотик с чёрной смородиной, с мёдом. Чё тут ещё? Ну как бы чё? Вода тут. Кошка уже свою еду съела. Я даже не знаю, что тебе зритель сказать. А, я вчера кинула крич в Терегу, что возможно буду с проездом в Питере на несколько часов. Там, ну, приеду из Углича в Питер, и мне надо будет с одного вокзала, скорее всего, на другой переходить. И сколько там времени ждать либо поезда, либо автобуса. И если ты зритель это будешь смотреть, а я постараюсь это залить в четверг, когда приеду в город, я надеюсь, что интернет мне позволит это сделать, даже раньше, чем Монбанк это залить, потому что Монбанк я ещё не монтировала. Там ныло-выло по некоторым причинам, и некоторые причины оказались опять в подвешенном состоянии, то ли да, то ли нет. Я думаю, зря я ныло, может вырезать это, может оставить, как есть, потому что опять вилами на воде писано. Короче говоря, я написала пост и реги, где 118 незавтра подписчиков вместе с моим другом считаются, видимо, и вместе со мной фиг знает, не знаю, как это считается, но, короче, 100 с лишним человек. Помню, кто-то вроде выражал желание встретиться со мной в Питере, но молчат те, кто выражали. Но, в принципе, это неудивительно. Когда мы с Пеньком были в Коломне, тоже двое выражали желание, а потом слились в самый последний момент. Короче говоря, ещё написала постик в разделе сообщества на YouTube. Вот будете это смотреть, если вы живёте в Питере, и вам хочется со мной в реале пересечься, это где-то будет известная дата моего прибытия будет известна после 25 августа. Я думала, что в конце августа будет, но это, по ходу дела, будет в начале, в самом сентября. То можете дать знать мне в комменты, я была бы рада с кем-нибудь там встретиться в Питере, если такие люди есть. Фух, я тут частично в полусборе рюкзака, чтобы, ну, минимальные вещи, которые сюда притаскиваю, которые с собой утаскиваю, ну, типа там камера, телефон, зафигачить сюда, ещё кое-что отсюда надо будет увезти туда. Тут у нас полотенца гора, которые использовались во время мёда, когда мы качали, потому что руки мошеню, меду, полотенца вытираешь, куча полотенец всегда уходит, очень много мокрых было. Ну, в общем, они тут как бы приходили в сознание, чтобы их не мокрыми вести, допустим, в стирку, а в суши, химии, чтобы с ними ничего такого не случилось. Сейчас у нас 11-12, 12-12, и мы вроде как с соседками собирались в Ашалаево, уж не знаю как, но, в общем, мне надо это, сейчас чаю попить, до них дойти, узнать, что и как, а потом, видимо, уже приду и буду мыть посуду после того, как съездим с ними. Потому, зритель, если хочешь поддержать канал, где-то будет облако, поддержи, Лёльку, я вот камеру на окно засунула. Ну, если ты что-то еще хочешь, или тебе понравился вот такого вида типа бложек, когда снимаю рандомно, каждый день, иногда не каждый день получался, ну, дай знать в комменты, я, если такое зайдет тебе, или, допустим, оно внезапно зайдет мне, или меня клюнет, так или это у нас будет взаимно зашло тебе и мне, я постараюсь следующий приезд также снимать. Ну, и побудно я тут снимала Монбанк, как я говорила, уже пока не монтировала, еще какой-то ролик, я вроде его монтировала, либо нет, честно, уже не помню, но, в общем, что-нибудь да будет такое. Ну, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok